Доброй ночи, друзья мои! Наконец-то после долгого присутствия мужчин в Харток у нас в гостях женщина. И какая женщина? Известная, очаровательная, умеющая плеси тонкие кружева, такие словесные. И сейчас мы обо всём порасспрашиваем. У нас в гостях известная писательница, журналистка Ирана Раздобучка. Украинская журналистка, писательница и поэтесса. Была замглавного редактора журнала «Натали» и главредом журнала «Караван истории Украина». Автор двух сборников поэзий, детективов, триллеров и психологических драм. Пишет сценарии для фильмов. Последний – поводырь Олеся Санина. Неоднократная победительница литературных конкурсов «Коронация слова». Вышивает бисером, играет на гитаре. Иран Раздобучка. В программе Натальи Влащенко «Люди». Здравствуйте, Иран. Добрый вечер. Рада вас иметь. Я вот вам говорила перед эфиром, что вы очень похожи на Мадонну. Сейчас повторяю прямо в эфире. Это потому что удивительно. Вот просто тот же физиономический тип. И подозреваю, что и характер у вас, наверное, тоже такой властный, энергичный, да? Дякую. Я думаю, что камера меня не любит, до речи, то глядачи вам не поверят, певно. А что до характеру? Ну, если такие аналогии, интересные вы провели, то, певно, что так. Когда меня бьют, я падаю, то я всегда поднимаюсь. Еще не было жодного разу, чтобы я не поднялась. Можливо, вот эта спільная риса как-то есть. А вы до сих пор, потому что я не смогла проследить по тому, что написано, вы до сих пор главный редактор караванной истории украинского варианта, да? Так. Больше того, я хочу похвастаться, похвалиться, что сейчас караван истории Украины полностью перейшел на своих авторей, на свои материалы, отмываясь от российской частины. Тогда вот просто вы, так сказать, вы просто попали мне в лапу, потому что я недавно была в каком-то салоне, и я читала караван истории, и меня поразило, я хочу вас о концепции спросить в журнала, потому что меня поразило огромное количество историй, вот звезд, известных людей, которые все занимаются одним и тем же, они все ябедничают друг на друга. То есть на бывших мужей, на бывших жен, они все по одному и тому же типу как бы ведут свои жизненные истории и жизненные лодки. Я вот такой стоял в белом, на вершине холма, и я вот так красиво, ветер красиво шевел в мои волосы, и ведь я же поверил ему в скобочках ей, а он так взял и растоптал мои надежды. Такой негодяй мне попался на жизненном пути. Это потому что люди такое любят. Почему эти все истории вот настолько, они как бы клишированы? Хотя должна сказать вам, взять комплимент, что авторы действительно пишут хорошо. То есть выписаны они прекрасно, эти истории, но все они похожи друг на друга. Ну, певно, что так. Такая концепция журналу, и, до речи, она не наша. И мы, власне, будем продолжать в том и здусе, потому что есть формат, и люди любят читать такие душевные истории. Я всегда подписываю. Санда Барбара такие. Так, что это не караван истории, как истории, а караван истории житейных. А, конечно, житейные истории складываются с коханья, с ревнощей, с какого-то там досягнення успеху. Дуже любят читать, как наши, че Гольвуцлі актори за перший миллион заробили. Тобто, это такая концепция. Но я вам хочу сказать, что это не главная моя работа. Я 15 лет в этой команде, которую я очень люблю, этих журналистов. И не все подхоплюют цей формат. Я бы рада была, чтобы у нас были новые авторы. Но формат очень сложный. Это билитеризована биография. И не все въезжают, как нужно писать. А вот я хочу вас спросить. Представим себе, что вам принесли мешок денег, поставили, сказали, Ирена, давайте про себя расскажите в караван истории, какую-то жизненную историю. Вы бы что выбрали? Потому что надо выбрать какую-то сюжетную линию, какую-то конкретную историю, в которой у вас было много, ну, в жизни любого человека, много всяких историй. Вы бы что выбрали для того, чтобы поразить сердца? Так. Как вас бросили? Или как вы бросали? Или как что? С задоволением от твоим. Почнемо с мешка денег. Ага. Если бы мне принесли мешок денег, я бы купила тепловизор. Это первое, что я бы сделала. И отправили в АТО? Я отправила в АТО, потому что на тепловизор у меня денег не хватает. Вистачает только на... Ну вот вы отправили тепловизор в АТО, вы его бы купили. Теперь надо писать. А, точно, если бы я эти деньги уже получила и на них закупила тепловизор... И даже потратили уже, то как честный человек, вы бы написали о чем? Я бы, конечно, была бы дать такое открытое интервью. Но, честно вам дознаюсь, я бы никогда не была героиня журналу будь-якого, чтобы раскрывать там свои тайные истории. Но вы уже купили тепловизор, Ирин. Ну, мы же так не договаривались. Ну, рассказать было бы, так, так, рассказать было бы, про что и про... Что бы вы выбрали для караванной истории? Я бы, по-перше, я бы выбрала свое шаленное детство на околице Донецка с безмежными шаленными пригодами. А я ее уже смалювала в книжках. Потом, ну, может, рассказала бы, звичайно, про кохание. И как надо не бояться изменять свое життя. А у вас первый брак? Третий. Вот. Тому мне было бы, про что рассказать. Но так, достаточно помиркованно. Потому что, скажем, наши актеры, это актеры. И мы часто умовляем их. Мы говорим, что людям это интересно, потому что они вас любят, знают. И бачат там по телевизору, чи в тлину. А я не настолько, скажем, цікава людина, ну, я публичная людина. Мне лучше, чтобы читатели почитали мои книжки. Там я и вся повинность. Вот. Тому для актеров, это, певно, хороший формат такой. Это реклама. А я не люблю рекламу. Но там же у вас не только актеры. У вас иногда попадаются политические деятели. А еще... Нет. У нас как раз така... Вот это, что концепция наша. Мы не берем людей бизнесу и людей политику. А почему, кстати говоря? Вот я обратила внимание, что действительно таких людей очень мало. Но я-то, честно говоря, если говорить правду, я-то отнесла за счет того, что наши политики, особенно и бизнесмены тоже, это такая очень закрытая каста. Они вообще боятся о себе рассказывать что-то, как живые люди. Они все время говорят лозунгами, они рассказывают о своих достижениях и так далее. Но ни одна женщина-политик не сядет и не рассказывает, из-за чего... Вот вы не найдете, например, за 20 лет существования Юлии Тимошенко в политике, ее женского интервью, где бы она рассказала о том, как тяжело было бы как женщине. Ну, я думаю, что это было бы людям интересно. Ну, конечно, да. Конечно. Но почему они не хотят? Или вы не включаете вот этих людей по совершенно другим каким-то соображениям? Ну, и другие, да, абсолютно, речи, потому что от политики, бизнесмены и люди разных оккультных наук, то, что мы просто не любим и намагаемося отримать... Ну, про оккультных не понятно. А почему политики и бизнесмены вы не любите? Политика, до речи, у нас... Ведь это же интересно очень. Вони звертались, я уже не помню, там, чтобы мы написали, но мы відновляемо. Почему? Вы считаете, что их уже не интересно по сравнению с ратистами, что ли? Ну, мы вважаем, что наши аудитории интересны как раз люди мистецтва. Вы знаете, я так втюмилась от политики, и, власне, это можно в таблоидах разных прочитать, и в разных журналах. А у нас режиссеры, акторы, часы, я очень доволена, когда бывают художники, известные, там, скульпторы, не распиарены люди. Ну, смотрите, у Арсения это не как красивая жена, например, да? Или там у президента нашего. Или никто никогда не видел жену Гройсмана. Я думаю, они могли бы нам рассказать какие-то истории, каково это. Так, ну, я же снова говорю, это связано с нашей аудиторией, с нашим форматом. То есть вы считаете, что у вас, так понимаю, 80% женщин аудитория? Ну, все, все вважают, что все журналы, и книжки, и больше-больше такая аудитория, которая читает, это женщины. То есть им интересны только богемы, то, что называется, только митцы? Митцы, да, режиссеры, акторы, голливудские наши, слава Богу, сейчас мы больше будем про наших писать. Вот политики мы наберем. Какую историю своих трех браков вы считаете наиболее литературной? И вы говорите, вы пишете себе в книгах, вы, ну, хоть одна вот любовная история, которую вы описывали в своих романах, это была ваша личная история? Нет, я напрямую никогда не раздягаюсь, и я, мне лучше как-то загальнити, оттяжнити какой-то властный досвід. И тому, часто, эти книжки бывают ближе до людей, чем я писала про себя. Для меня это, ну, неможливо писать. Ну, если бы пришлось писать, если бы пришлось делать киносценарий, потому что, я знаю, этим вы тоже, так сказать, занимаетесь, какую бы историю вы считали наиболее литературной, кинематографичной, вот из этих трех браков? А у меня все життя такое, досить литературное. А вы вообще авантюрный человек? Да. Да? А в то вы подкладываете слово авантюра? И почему вы считаете себя таким человеком? И почему вы такой человек? Можливо, если метафорично сказать, я могу идти вот сейчас прямо кудись. Потом я могу вернуться на 180 градусов и абсолютно спокойно, тим же веселым кроком, піти в інший бік. Або используясь тем шансом, который сейчас на этой дороге мне выпал. Я никогда не отмываюсь от каких-то шансов. Может, в этом авантюре. Потом, если посмотреть мою трудовую книжку, ну сейчас, основная у нас трудовая книжка, то она у меня с складками. То есть в моих профессиях там не вместила эта книжка. Об этом у меня есть вопрос отдельный, особенно меня привлекла одна профессия, я так и не поняла, что это такое, но вы потом расскажете. Вот, знаете, я хочу еще о журнале спросить, о вашей журналистике глянцевой, потому что это правда интересно. Вот вы в каком-то интервью сказали, что женщины покупают глянец из-за одиночества и бессилия. То есть вы признаете заранее, что вы ориентируетесь на виктимность своей аудитории? Ну, конечно, аудитория, это вообще целевая аудитория, она что есть в кино, что есть в каждом журнале, это позиционирование себя. Нет, но виктимность, это как бы это пораженческие настроения. Это когда человек считается жертвой. Вы считаете, что основная масса читателей глянцы, читательницы, это именно такие люди, такие женщины? Я вам хочу сказать, что за много лет моих спостережений, плюс за много лет моей работы, я же была еще журналистом газетарем, но я много лет работала, так склалася доля в журнале Наталі, далее Караван Историй, трошки інше, я отвечала на листи в жіночих журналах, и за моими спостережениями, десь очень больший процент наших журналистов, если про журналисты идут, это женщины несчастные, нереализованные, которые хотят реализовать себя. То есть это не для параженцев журнал, а для тех, кто чувствует эти комплексы, и не может, не найти выхода поделать их. То есть вы хотите сказать, что глянцевые журналы им подсказывают в конспективной форме, как нужно жить. Но это же ужасная реальная. Нет, это, ну, я когда начинала працювать в глянце, и сразу вырешила, ну, так меня запросили с улицы, тоже какая-то авантюра, и я подумала, вот сейчас я одягну, куплю себе норковую шубу, и буду там учить женщин, что-то так, как неревнувать, або как закохаться. А без норкового нельзя их учить, никак? Ну, вот в мене было такое впечатление, норкового шуба у меня до сих не было, но когда я начала отримывать листы, поднимать проблемы домашнего насильства, вывозу наших женок за кордон, наркомании, алкоголизма жіночего, еще там инцесту родину, про то, что не принято говорить, я, видите, пішов шквал листов, я зрозуміла, стоп, ніяка норкова шуба, я почала працювати з дуже гарними психологами, і справді писала, не як ревнувати, чи там завойовувати чоловіка, цього терпіти не можу, а дійсно піднімати такі теми, на якій був шалений відгук цих жінок, я зрозуміла, що це потрібно, тому що нас виховують неправильно, я вважаю, і досі нас виховують неправильно. В чому це неправильність? Неправильність... Знаєте, які кажуть, що я перебиваю, в последніх годах дуже багато говорять о тому, що в Україні сформувався матриархальне общество, де жінки грають колосальну роль, багато жінки у них під каблуком, багато жінки шло в бізнес, багато в політику, і це видно. Причем, десь нам сказати, що, наприклад, в політиці я практично не вижу щастливих жінок, там їх нет, і тут є якась взаємосвязь з цим. Ну, да і, собственно, і в бізнесі мало щастливих жінок. Жінки, які свою природу, своє естество отодвинули і почали займатися дуже активно жизнью, яка требує мужських качіств, ці жінки яким-то образом... Це, знаєте, це як таке ментальне трансвіститство якогось, коли ти не можеш більше считати свого мужчину Богом, тому що тебе дуже часто приходиться бути Богом самому. Ну, це правда, що в Україні дійсно дуже багато сильних, мужніх, успішних жінок. Попри це, в них купа комплексів, коли вони приходять додому. Я особисто просто знаю дуже багато жінок, гарних, красивих, успішних, які приходять додому і відчувають дискомфорт в родині, скажімо. І, ну, власне, все те, що я пишу і в книжках, і те, що я робила в журналах, я закликаю дуже банальну річ, кажу, життя одне, якщо ви відчуваєте дискомфорт. Бо дайде, на роботі або в родині, то треба щось міняти в собі, або в роботі, або в родині. Розвертатись на 180 градусів, і йти, тому що ще пройде 5 років, і ти засядеш в болоті. От, і, ну, повертаю, щось до того вашого запитання, можливо, ці жінки успішні, розумні, вони теж, може, користалися тими якимись порадами, чи... Ірена, вот, а ви пишете в основному, я так понимаю, свої романи, пишете ви много, і з чого я делаю вивод, що ви пишете быстро, і це доставляє вам удовольствие. Ну, тому що по об'єму, я посмотріла, достатньо длинний список. Вот. І хочу вас спросити, вот, учитывая то, що, видимо, ваша основна аудиторія, ваша основна читатель жінки, все-таки, нет? Поправьте меня. Так, я нарешті пишаюся тим, що в мене дуже багато з'явилося чоловіків-читачів, і нарешті трошки я відмилася від такого тавра, як детективниця і глянцева дамочка. Так що в мене аудиторія чоловіча велика, більше того, це... Критики о вас говорять з уваженням, между прочим, должна вам сказати. Я дуже вдячна. Я слышала багато хороших відзывів. Але я для цього нічого не роблю. Не, ну, для цього вам только нужно писати, а не робити для цього. Так вот, основные... Вот, знаете, если подходить к этому прагматично, основная составляющая успеха романа, потому что маркетинговые вещи, они очень важны. Вот внешнему виду названий, от каких-то тем, которые поднимаются, вот это все важно для того, чтобы покупали, либо не покупали вовсе. Вот как вы для себя складываете заранее, когда начинаете книгу, что вот здесь вот, вот здесь у меня будет такая упаковка, и она будет красивой. Я имею в виду не упаковку, а я имею в виду всякие там приемчики писательские, тематику, героя, сленг, еще что-то, еще что-то, что является привлекательным. Либо вообще об этом не думайте, садитесь, как Лев Толстой, и пишете, что в Лев голову. Вы знаете... То есть вы прагматично подходите к этой истории? Я подходил абсолютно, я не знаю, физиологично, потому что есть такие рядки пастернака, ведь строчки с кровью убивают, нахлинув горлом и убьют. И вот когда я відчуваю, что я уже, або раздавьте себе горло, я хочу говорить про те, про те, про те, я тоді не могу не писать. И для меня письменство, это не есть прагматизм и вибудова. Сценария мастерности, это действительно структура, это тельная драматургия, о чем я могу говорить, очень долго. А какая-то литературная деятельность, она связана с психикой, с физиологией. Я пишу шестеротлев, я не могу не говорить. Когда я вижу там какую-то женщину, я вижу большую аудиторию, у меня идет такой скан этих людей, у меня вибудовываются их истории. А вы записываете что-то, ну там, не знаю, удачную фразу, которую вы слышали в трамвае, или там внешность какую-то, или манеру одеваться, вот что-то для себя, потому что, например, я знаю, что Давлатов, он вообще как какой-то там скряга, записывал все, что он читал, можно подобрать, он быстро подбирал, записывал себе в блокнотик. У вас этого нету, да? Ну у меня все в голове. Я просто відчуваю, ну, вот стоит джинночка переди мною, и в ней макароны, в прозором пакеті, и вона стоит и купит там 10 упаковок примы. И вона каже, ее не продают, а вона каже, я просто додому не могу прийти без этого. И у меня одразу, я хочу, я хочу, я уже бачу, что вона дитей годуе макаронами, а туди, до своего человека, несе ці упаковки примы, потому что без них вона не может потрапить додому. Из этого вырастают нижки истинной истории. стрессунути, або обвинять и сказать, давай иначе, иначе, життя короткое. Я прочитала в Википедии, что у вас есть клуб шанувальники ваших. А кто эти люди? Я про це прочитала в одной из журналістки, вона меня запитала, что у вас, я тоди почала игратися в интернеті, и действительно их знайшла, и дай Боже им здоровья. То есть они вас никогда не приглашали к себе на какие-то там сборища, свои заседания, еще что-то? Нет, я не знаю, кто это. Я просто счастлива, что они есть, что они стежат, они додают в Википедию новинки все, они выписывают цитаты. Можливо, они ходят на мои зустричи, которые не так часто отбывают, но сейчас мне шалено будет навантажение. Это просто шанувальность. Но вот, смотря по вашей биографии, потому что в этом работе у нас были самые разные, как вы говорите, вся трудовая складка, вы такой жадный до жизни человек. Во-первых, вы ничего не боялись, по всей видимости. У вас нет вот этого ложного бабского, что ну как же такая красотка и писательница будет работать официанткой или там еще кем-то. То есть, что вот было, что жизнь предлагалась, зато вы и хватались, и что вам было интересно в данный момент. Но я прочитала, что вы работали не только журналистом, и официанткой, например, а даже, что это за профессия, скажите, я ее не произнесу. Я уже сдогадываюсь. Что прошел мейстер в цирке, боже, что это такое? Вот это тоже такая авантюра, шпрех, говорите, шталмейстер, это людина, которая открывает цирковые программы. А, то есть вы ввели программу? Не ввела, я ее открывала только месяц в Донецком цирке. А чем раньше между ведущим, который объявляет номера, выходит, или человек, который просто открывает программу? Это же есть ведущий? Ну вот, уявите себе, цирку давно было в цирку. К сожалению, очень давно. Я не люблю цирк. Ну, в принципе, Из-за животных. Я люблю, когда мучают животных. Но когда я с середины его познала, я закохалась, и я смалювала, и это абсолютно такой свит людей, незабыденных, и детей, это свой свит, параллельный. Он приходит на арену, зазвичай, в кино там, або зараз, такий дядечко, в сурдуте, в белой манежке, с вусами его показывают, и голосным голосом, таким басом, а зараз на арене, и продолжает что-то такое. Каким-то дивом, этим дядечком стала я в 1982 году и через шаленную незабыденную в Донецке. Я же донецянка. Я в 23-летнике живу в Киеве. Я перемогла на конкурсе читатів в Донецкому областному смотрі и читала реквіем Ахматовой. Ну, уявите себе... Ну, да. Диапазон такой. А в журі сидів режисер, главный режисер цирка. Я его не памятаю. Я сказала, дядечка, не хотите к нам? Це було так, як я змальовывала, так, як я люблю. Дощовий вечер дома, в маленькой квартире, де ми з мамою жили, Хрущовка. Дзвінок, телефону, піднімаю слухавку. Мені кажуть, Ірин, чи не хочете ви попрацювати в цирку? Я думала, що це жарт. І потім він... Я був в журі, я чув, як ви читали реквім Ахматовий. І тут я вам пропоную відкривати, а в мене дурний дзвінкий голос, був не такий, як зараз. І два місяці я, втікаючи з роботи, двічі на вистави, на денну, вечірню. Теж авантюра. Я казала, що там в мене щось болить. Я на той пісткою працювала в Тарс-Храта у Донецькому. Я бігла, одягала дуже гарний одяг. Дзвінким, дурним голосом волала щось про дружбу народів. Я досі пам'ятаю цей віршик. Відкривала оркестр, все. Тобто, це була така церкова казка, яка тривала, аж доки не помер Брежнєв. І потім, в зв'язку з цим, сказали, що такого дурнуватого при стармейстера не треба нам. І на цьому і попереду. Ірэн, а ви ж художник, крім прочим, а ви стрижуєте на книгі? Це теж авантюра. І ви дуже такий рукастий чоловік. Вот ця штучка, медалька, це ви зробили? Я збираюся таке зробити, але це мені подарували. Але, в принципі, робиться... Очень красиво. Ну, і вона, ви шиваєте бісером, ви там в'яжете, шьете, вообще просто... Нет, шити не можу, не люблю. І, ну, в'яжу так, шарфити. А що це рукоделие? Что це для вас? Це такий способ, ну, как це, вмісті водки, коли треба посублимувати і розслабитися, коли був там тяжелий день чи ще щось? Или це, це, действительно, творчество какое-то? Ну, так. Це для мене психотерапія. У мене є графіка. Я не художник. Але я... Графіка, це бісеринки я вишиваю. І кожна штрішоча, кожна бісеринка, вона має своє ім'я, своє життя, свою думку мою. І я таким чином реанімуюся. Я от... Я це зрозуміла ще краще, коли під час Майдану, коли я туди не бігала, я малювала ангелів. Як це було божевілля. Я приходила вночі, або якийсь день там ми не ходили, хоча ходили весь час. Я просто малювала цих ангелів, як шалена. Я малювала там за дві години, три-чотири картинки вітражними фарбами. Я інакше не могла вижити. Так само і малюнки і бісер. Я всім раджу цим зайнятися. Це нескладно, насправді. Це дуже рятує. І це така психотерапія. Так. Ну хтось моє посуд. До речі, теж. Хтось... А у вас, скажіть, от ви, от якщо дивитися по першому ряду, внешні, виває така, знаєте, така дуже успішна трансформація. Знаєте, в севетських фільмах жінчин, які там все успівають, проводять собрання, забігають в магазини, кого-то воспитують подруг і так далі. А зараз вони займаються многими видами діяльності, все у них успівають. А слабості якісь є? І що-то таке, чим в себе недоволені? Очень. Ви знаєте, це таке перше, може, враження, тому що я абсолютно не активістка. Я профігістка була і залишаюся. Я дуже люблю лежати на дивані і для мене питали нещодавно, що для вас щастя. Щастя, коли я лежу, дивлюсь в стелю або якийсь гарний фільм, ні про що не думаю. Це я дуже лінива і що до писання. Коли я встигаю, я не знаю. Не знаю. В мене є такий секрет, чим більше я робиш, що ви вважаєте. В мене їх більше, ніж якихось чесноць чи чогось хорошого. Оце, мабуть, лінивість таку. Лінь. Я лінива людина, хоча я все роблю, що треба. Слабість. Може, це вада. Я суперінтроверт. І це теж не помітно. Ви, може, не помітили, але, може, якщо ви гарний психолог, ви це зрозумієте потім. Я суперінтроверт. Я люблю... Ну да, ви на половину вопросов не відповіли, фактически. Ви вже шли від відповіда. Ну, хіба. Да. А скажіть мені, а от, якщо, наприклад, взяти за... Ну, от, от, кто-то із публічних людей українських, може, чи, 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 це якій? Мені пощастило зустріти людину, яку я чекала все життя. От мені пощастило. Окей, ми ж не знаємо цю людину, а от просто асоціацію дайте з кем-то. Ну, ви знаєте, я ніколи не закохувалась в екранних... Я не внешність маю, я имею в виду психофізик, етипаж, да. А це складне запитання над ним. Ну, це треба зараз витратити час, щоб я подумала. Але це... Ви знаєте, колись в юності, зараз, може, це не так, але це був, скажімо, м'яко в іронії долі, як не дивно. Не секс-символ, не красень, не вдаха. Ну, там в нього купа з мамою, там він весь час. Я потім дуже критикувала, але оце, як він застібає блискавку їй на нозі. Та й скупає все. Тут є і сексуальність, і ніжність, і передісторія його життя, і вся його психологія у цьому одному жесті, як він застібається блискавку. Може, потім в таких деталях мене приваблює. Він в фіналі, знаєте, за вами дуже цікаво наблюдає, тому що ви дуже органічний чоловік, дуже органічний, такий аутентичний. Ви удерживаєтесь від звичного женського соблазна бути кем-то другим, бути чуть-чуть, тумач, але не з собою, а ви, як би, дуже естественный чоловік. Я вам дякую за це. І це таке дуже редке качество. Якщо у вас є питання, задавайте. Якщо немає, ми тогда виходимо в фінал. До вас запитання? Да. На засипку? Та любое. Та любое. Та любе. А яку книжку Ірина Розди-Будьку ви читала? Знаєте, мені приносила ваша сестра двоюродна, она мені приносила несколько романов. І я їх прочитала, і я навіть це Аня розказувала. Але так як це було годи три чи четыре назад, коли ще Анечка работала у нас в редакції, я, к сожалению, так як я читаю дуже багато, і зараз я вже просто не вспомню названня. Але я обратила внимание на те, що у вас є така неженська енергетика в цих романах. То є ви говорите о каких-то вещах хоч не так само, але і що є авантюрний дух, що редко буває в жінській глянцевій прозі, дуже редко, тому що жінчина більше сентиментальна, ніж авантюрна. Тому, вже по тому можна було б зрозуміти, що ви все-таки настоящий писатель, а не глянцева журналистка, яка себе в литературі пробує. Спасибо большое вам. Я вам желаю, конечно же, там, огромного, так сказати, ще багато лет, так сказати, писательства і личного счастья, тому що я так понимаю, що для вас це дуже важливо. Друзія мої, ну, це був не хардток, це був просто розговор двох жінчин, але мені кажуть, це дуже важливо, особливо на ніч глядя, подумати не о проблемах, подумати не о своїх страхах, а подумати о том, що все-таки на самом деле діляє нас в цій житті щастливими. Спасибо большое, просыпайтеся щастливими. Спасибо.